Губернатор Тверской области провел рабочий день в Канаковском муниципальном округе. Глава региона принял участие во всероссийском совещании компании «Газпром Межрегионгаз», посетил Канаковскую ЦРБ и подстанцию скорой помощи. Кроме того, Игорь Руденя проинспектировал строительные площадки школ в селе Дмитровогора и деревни Вахонина. А подробнее о насыщенном рабочем дне главы региона расскажет наш корреспондент Наталья Чекит. Рабочий визит губернатора в Канаковский округ начался с участия во всероссийском совещании компанией группы «Газпром Межрегионгаз». Речь шла о развитии газоснабжения и газификации в России, догазификации домовладений и социальных объектов, цифровизации газовой отрасли, обеспечении безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Говорили о выполнении поручения президента Российской Федерации по газификации субъектов России. Тверская область, как самый крупный субъект ЦФО, имеет одну из максимально возможных программ для субъектов Российской Федерации. По газификации территорий обсудили ход этой газификации, работу по Тверской генерации, по модернизации. И мы сегодня можем констатировать, что идём в чётком соответствии с графиком. Затем глава региона посетил Конаковскую ЦРБ и подстанцию скорой медицинской помощи. Учреждения активно участвуют в федеральной программе по модернизации по НАСПроекту здравоохранения. Наша больница активно участвует в плане модернизации именно первичного звена. У нас отремонтирована поликлиника взрослая, отремонтирована полностью входная группа, заменены все окна, новый лифт, модернизирована регистратура, разделена на фронт-офис, картохранилище. Глава региона поручил отремонтировать кровлю основного корпуса больницы, рассмотреть возможность установки в учреждении при необходимости аппарата МРТ и рентгеноскопии, нового реанимационного и операционного оборудования. В Канаковском округе строят важный социальный объект для села Дмитрова гора. Новую школу на 250 мест. Уже выполнены полностью все стены. На сегодняшний день мы заканчиваем выполнение кровельного покрытия. Выполняем фасады, делаем благоустройство, параллельно выполняем входные группы. В задней части школы мы полностью выполняем на сегодняшний день благоустройство. Это под футбол, у нас там есть специальный стадион. Это будет агрошкола. Предполагается, что ученики помимо общей программы будут изучать востребованные сельскохозяйственные специальности. А это еще одна новая школа, только уже в деревне Вахонина. Ее строят по нацпроекту образования. Она рассчитана на 100 мест. Здесь планируют преподавать углубленное изучение химии, биологии и экологии. Кроме того, учреждение станет единственным в регионе, где в качестве второго иностранного языка будут преподавать китайский. Со стройплощадки в местную администрацию. Здесь губернатор провел прием граждан. Кто-то просил провести уличное освещение, кто-то отремонтировать дорогу. А педагог-организатор городского центра внешкольной работы Екатерина Иваненко обратилась по поводу возобновления работы кинотеатра в Конакове. В основном мы всегда ездим в Тверь, в лес лежащий. Это, конечно, затратно, по времени, по деньгам. А хотелось бы, чтобы это было всё в городе, чтобы молодёжь могла просто пойти в этот кинотеатр, сходить. И взрослые поколения, и родители, и дети, и все население наше было в городе с кинотеатром. Глава региона сообщил, что до 1 августа в городе должны открыть кинотеатр. Также губернатор Игорь Руденя посетил Конаковский колледж. Одни из самых востребованных программ обучения здесь – гостиничное дело, туризм и гостеприимство, актуальной для туристической сферы, активно развивающейся в муниципалитете. Принято решение о создании кластера по подготовке кадров для туристической индустрии. Это будет сделано на базе Конаковского колледжа. И я уверен, что они составят хорошую, здоровую конкуренцию своим тверским коллегам. Потому что здесь есть очень хорошая школа, свои кадры Конаковские, которые дают путёвку в жизнь многим и многим ребятам и девчонкам, которые начинают трудиться в туристической индустрии. Ещё одно образовательное учреждение, которое посетил губернатор в рамках рабочего визита – школа номер 3 Конакова. Здесь обучается более 500 детей. Школа готовится к участию в федеральной программе в рамках нацпроекта по модернизации учреждений образования. Для этого готовят необходимую документацию. Корректор А.Кулакова